Тема выпуска «Искусство и современные технологии». Меня зовут Ира Тофан, я искусствовед, но также я работаю в компании PowerCode. Сегодня мы посмотрим о том, как искусство и технология взаимодействуют между собой, что нового технологии привносят в искусство, и как художники используют то, что мы воспринимаем как сугубо IT-сферу. Немного затронем, конечно, исторический контекст, без него никуда, но он будет совсем кратеньким. И дальше перейдем уже непосредственно к проектам художников, которые порой очень неожиданно используют технологии в своей практике. И также я магистр искусствоведения, поэтому сегодняшняя тема будет на стеке двух главных увлечений в моей жизни — это искусство и технологии. Говорить мы будем о современных технологиях и искусстве, но все равно затронем немного и исторический контекст, и бэкграунд, потому как без этого разобраться нам будет тяжело. И потом уже перейдем непосредственно к проектам художников. И сегодня я их отбирала так, что они будут не напрямую задействовать, например, программирование или код, но будут задействовать очень разные сферы, популярные сейчас в IT. То есть можно будет встретить технологии, связанные с интернетом вещей, с медтехом, даже с блокчейном, с распознаванием лиц, движений, изображений, с искусственным интеллектом, с машинным обучением, а в общем всем тем, чем сейчас живет IT. И я думаю, для многих из вас найдутся несколько проектов, которые смежны с тем, чем вы занимаетесь. И очень надеюсь, что все-таки вам удастся посмотреть на свои сферы деятельности чуть-чуть с новой стороны. И все-таки, я уже думаю, мы можем начинать. Да? Да. Хорошо. Так, как я уже сказала, мы начнем с исторического контекста, и вот с Древней Греции, Древнего Египта, в котором художники уже начинали изображать свои лэптопы, самолеты, вертолеты. Это, конечно, шутка. Но все равно действительно начнем с такого слайда, где видно историю развития искусства. Он нам нужен для того, чтобы появилось ощущение, насколько древняя история искусства, ведь она ровно такая же, как и история всего человечества. И если мы так посмотрим на карту, то где-то вот только здесь человечество открыло Америку, ну, точнее, европейская цивилизация. Где-то вот здесь у нас появилась фотография, а компьютеры и интернет, они вот уже вот где-то здесь, и вот мы сейчас. И, конечно, на протяжении всего этого времени художники и искусство, оно так или иначе было взаимосвязано с технологиями и развивалось, и взаимовлияло друг на друга. И нужно понимать, что искусство, точнее так, я хочу донести мысль, что искусство — это некая изолированная деятельность человека, а она точно так же влияет на нас, как и экономика, как и наука, как и технологии. И все они вот в этом котле валятся и создают ту цивилизацию, которую мы знаем сейчас. И помимо каких-то простых примеров, которые могут прийти на ум, там, допустим, да Винчи, который изобретал какие-то летательные аппараты, или там, может быть, кто-то вспомнит Жюля Верна, у которого в книгах были описаны те технологии, которые появились намного позже, чем он об этом говорил, Все-таки этот тезис стоит поддержать примерами другими. Когда появление новых цветовых пигментов, то есть развитие химии или алхимии, было продиктовано модой на определенные цвета или запросом искусства на определенные цвета. Также научные открытия, любые открытия новых континентов, новых планет, рентгеновского излучения, микроорганизмов и так далее, они все влияли на то, о чем думали художники, как они создавали свои работы. Одним из примеров, наверное, можно еще назвать это гипотезой Пуанкаре и его труды, поскольку как только они появились, ими зачитывались и художники, и не только они. Например, Пикассо и Эйнштейн, оба они читали эти работы, но если для Эйнштейна идеи Пуанкаре, скажем, стали толчком или одним из кирпичиков в его создании теории вероятности, то для Пикассо это стало одним из источников и вдохновений для создания кубизма. А речь, по сути, об одном и том же, потому что Пуанкаре говорил о четвертом изменении, о ином восприятии мира, и Пикассо этот образил как кубизм, когда изображение разложено сразу во всех своих измерениях одновременно, и мы видим не так, как видит человеческий глаз, то Эйнштейн уже предложил теорию вероятности и развивал науку в своей области. Можно говорить о примерах вообще очень бытовых и простых, как, например, в XIX веке появление удобных металлических тюбиков, и развитие железной дороги позволило развиться такому направлению, как импрессионизм. Я думаю, все его, ну не все, но многие его любят и знают, и этого бы не случилось, если бы банально художники не могли взять с собой краски и уехать, и писать свои планеры. То есть линзы, оптика, изучение анатомии, изучение перспективы, все что угодно, эти все вещи постоянно влияли на искусство, а искусство тоже постоянно влияло на развитие мысли. Я думаю, наверное, можем сразу перескочить к ранним компьютерам и поговорить еще буквально тоже несколько слов об этом периоде и о первых экспериментах, связанных с искусством и технологиями. Здесь основной тезис или важная мысль, которую стоит вынести, это то, что технологии моментально проникают в искусство. Не нужно думать, что происходит какая-то задержка или что это только там спустя годы происходит. Нет. В случае с ранними компьютерами, конечно, есть небольшая особенность, ведь доступ физический к этим компьютерам был у немногих людей, у непосредственно инженеров, которые с ними работали. Поэтому, конечно, наши первые примеры художников и пионеров цифрового искусства, они будут, те люди будут также инженерами, которые работали непосредственно в этих институциях. Но все равно, несмотря на то, что сегодня мы будем весь вечер говорить об искусстве и технологиях, я не хочу, чтобы сформировался стереотип, что искусство — это нечто второстепенное или нечто побочное технологии. Нет, просто сегодня будут именно те примеры, когда художники использовали технологии или когда технологии влияли на их творчество. Итак, начнем мы с Бен Ала-Польски. Это один из пионеров электронного цифрового искусства. Он в своей практике применял еще сциллографы. Он заметил, что если не совсем следовать инструкциям или при определенных условиях создаются вот такие красивые изображения. Он их расценил как красивые и понял, что это одна из разновидностей абстракции. Дело в том, что Бен Ала-Польски сам увлекался искусством, знал как современное ему искусство, так и искусство предшествующих эпох. И это, наверное, позволило ему все-таки увидеть в этих каких-то странных, случайных его экспериментах потенциал для того, что это новый вид, жанр или способ создания, произведения искусства. Свои работы он называл «осциллоны», «осциллографы». Они были цветными, черно-белыми. И вот одним из его любимых художников, или которых он знал, ну, по крайней мере, то, что мы знаем из источников, из книг, из его биографии, это на него наибольшее, наверное, влияние оказали Пит Мандриан и Хуан Миро. Еще одну персону, которую сегодня хотелось бы вспомнить, это Майкл Нолл или Михаэль Нолл. Он также работал в Bell Labs, и мы знаем, что он работал с компьютерами IBM. Примерно так они выглядели. Думаю, много такого исторического флера добавить. И, конечно, с такими машинами не каждый мог справиться. И он точно, ну, его история чем-то похожа на баналопольский. Он тоже был инженером и тоже увлекался искусством, знал современное искусство и пробовал создать цифровым способом произведения. Иногда это были наследования каких-то уже известных живописных полотен, как, например, на этом слайде здесь снова Пит Мандриан и его живописная работа с пирсом и океаном, и созданная при помощи цифровых уже инструментов, композиция Майкла Нолла. Это 65-й год мы сейчас примерно находимся. И это тоже примеры его работ. То есть, опять же, это абстракция, это какие-то новые поиски. Но важно, что его работы уже были представлены на выставках, они уже были признаны художественным сообществом как произведения искусства, и действительно это уже началось такое абсолютно полноокровное развитие цифрового искусства. И если вы думаете, что эта история касается только Америки, то это не так, потому как, к примеру, в Советском Союзе тоже было развитие кибернетики, и я думаю, это кадры из фильма, которые многие видели, и здесь можно увидеть также небольшой портрет или изображение Моны Лизы при помощи технологии ЭСКИ, когда символами можно воссоздать изображение. То есть, вот такая небольшая пасхалочка в этом фильме. Вообще, если вам интересно что-то больше узнать про именно кибернетику, связь ее с гуманитарными науками, с искусством, то можно обратиться к исследованиям Янины Пруденко. Собственно, именно в ее статьях я и нашла эти два слайда, эти две отсылки. И здесь еще хочу показать тоже, просто еще в качестве такого контекста, небольшой мультфильм. Это такой первый цифровой мультфильм, созданный. Суть была в том, чтобы сделать математическую модель движения животного, кошки, и воссоздать эту анимацию. Ну и потом просто как побочный эффект получился такой очень милый и немного странный мультфильм. Можете его найти на YouTube и посмотреть. Так что действительно технологии искусства очень быстро находят друг друга и взаимодействуют между собой. И это происходило повсеместно, где эти технологии развивались. Так, сейчас секунду. Ну, я думаю, у нас сейчас уже достаточно контекста. И можно перейти к проектам, которые связаны уже с современными технологиями, те, которые делают современные художники. Первый из них это будет «Возвращение в дельму» Роланда Ван Динендрока. Проект 2017 года. Суть его в чем? Художник создал небольшое изображение в формате BMP. Оно совершенно крошечное, но для слайда меня его здесь увеличило. И захотел, чтобы у этого изображения быка с закрытыми глазами глаза открылись. Редактировать, однако, это изображение он предложил не как изображение, а конвертировать его в код ДНК и редактировать уже непосредственно ДНК, и потом обратно конвертировать в изображение. Вот такую сложную задачу он для себя придумал и для тех ученых, которые ему в этом помогали. Здесь можно видеть, как это все происходило, но эти изображения я взяла с его личного сайта, там их намного больше, поэтому, если вам интересно, можете зайти и посмотреть на весь этот процесс. Результаты не сразу получились те, которые ожидали. Здесь видно, что получалось, когда они редактировали этот геном. Можно сказать, что тоже некоторые из них были красивыми, не знаю, кажется, что это бык в каком-то венке или еще что-то такое. Но в конечном итоге они действительно добились того результата, который хотел художник. Для тех, кому уж совсем интересно, здесь на слайде видно как раз-таки код ДНК переконвертированного изображения, отмечено место, корректировка которого позволила открыть глаза этой голове быка. И вот так выглядела экспозиция этой работы, то есть были и изображения, и небольшая инсталляция, чтобы показать или привнести этот лабораторный дух. И, конечно, возникает вопрос, зачем это все, зачем такие сложности, редактировать это махонькое изображение таким сложным образом. И здесь, конечно, нам понадобится контекст, чтобы это понять. И разгадка кроется в названии и в самом изображении. Возвращение в Дельмун. Дельмун – это древний город, древнее государство, которое связано с мифами. Сейчас на слайде видно, это как раз-таки прототип этого изображения. Это действительно археологическая находка с бронзовой головой быка. И вот примерно карта и территория, где мы находимся. В чем здесь весь интерес и вся сложность? Дельмун, значит, мы о нем знаем из нескольких источников археологических, мифологических и исторических. Если мы рассмотрим мифологические источники, то они все принадлежат… это все шумерские источники. Шумер – самая древняя цивилизация, цивилизация, которая дала нам письменность. И у них уже встречаются упоминания этого Дельмуна в довольно интересном контексте, поскольку в понимании шумерцев Дельмун – это была некая страна, вечно процветающая страна, в которой был разгадан секрет вечной жизни, где никто никогда не старел, где хищники не охотились. И, в общем, это такой как бы рай на земле. И, например, их главный герой эпоса Гильгамеш путешествовал в Дельмун как раз таки, чтобы разгадать секрет вечной жизни. Правитель этого Дельмуна спасся во время Великого Потопа. Потоп – это тоже миф, который встречается у шумеров, позже он перекочевал уже в библейскую историю. То есть, в мифологии этих стран Дельмун – это была некая очень прекрасная страна. С точки зрения исторических источников мы знаем, что действительно это была экономически развитая страна, которая процветала за счет торговли. Здесь на карте видны как раз эти перемещения товаров, которые происходили, поскольку Дельмун экспортировал мед, торговал лапез-лазурью, прочими драгоценностями, сельскохозяйственной продукцией. Торговал с Индией, с Месопотамией, со всеми государствами, которые находились в этом регионе. Конечно же, он процветал. И третий момент, который нам нужно знать про Дельмун, что Дельмун находится на территории так называемого плодородного полумесяца. Или той территории, где произошла неолитическая революция. То есть, той местности, где люди смогли приручить животных, одомашнить их и также культивировать новые виды растений. Кстати, еще одомашнить кошек тоже. То есть, если мы смотрим на эту карту, то вот мы видим города Урук, Ур, и чуть-чуть ниже вот это все уже начинается территория Дельмун. Если просуммировать все эти знания, то проект обретает действительно очень интересный и важный смысл, а также вопрос. Не является ли наша новая способность или наше желание редактировать ДНК этим возвращением в Дельмун? То есть, возвращением или так, воссозданием опять снова цивилизации, которая была бы процветающей, где был бы снова секрет вечной жизни, где все было бы гармонично и идеально. И, в общем-то, об этом всем этот проект, и именно потому и была идея редактировать это изображение при помощи тех возможностей, которые у нас сейчас есть в отношении редактирования генома. Конечно, я понимаю, что иногда эти проекты могут показаться простыми или это так просто не понять, но чем больше и шире ваш кругозор и знания культуры, истории и каких-то нюансов, тем лучше и интереснее будут для вас проекты современного искусства. И сейчас еще тоже пара слов о другом проекте этого же художника. Этот проект еще в процессе создания, но во всяком случае на тот момент, когда я вчера проверяла эти слайды. Суть в том, что художник нашел исследования, которые показывали движение таких микроорганизмов, как Эвглена, и его заинтересовало то, что эти микроорганизмы двигаются определенным образом по такой полигональной траектории. Это вот видно на слайде. И он решил заснять вообще движение этих микроорганизмов и использовать технологию распознавания и движения. Оказалось, что эти маленькие микроорганизмы, каждый из них, их можно идентифицировать по тому, как они двигаются. И я пока не знаю, к чему приведет этот проект и как его будет презентовать художник в дальнейшем, но уже сейчас возник очень интересный парадокс и вопрос. Ведь мы всегда считали, что этот человек обладает некой такой индивидуальностью, такими особенностями, которые присущи сугубо ему, и то, что ценно в нашей жизни. И мое движение, мои жесты и мимика, если сейчас их распознать, то система может определить, что это я, что это иратофан. Однако этот эксперимент показывает, что точно так же можно разгадать индивидуальность маленького микроорганизма, которого мы даже видеть не можем. И у них тоже есть некая индивидуальность. Это довольно интересный вопрос, и они очень важны в контексте тех работ в современном искусстве, которые касаются экологии, защиты окружающей среды и в целом, которые касаются антропоцена и того, как мы сейчас в виде мир, как мы воспринимаем, и как все-таки стоит пересмотреть наши отношения с окружающим миром и природой, и не воспринимать это просто как некий ресурс и просто некое безжизненное топливо для нашей цивилизации, а что все-таки это тоже разнообразие жизни не менее сложное, чем человек. И пара таких еще замечаний по поводу этой вглины в процессе ресерча, мне заинтересовалось, почему вообще этот микроорганизм, почему он его нашел, и оказалось, что есть очень много исследований касательно именно этого микроорганизма, и, к примеру, в Японию уже открыли завод, который перерабатывает липиды этих микроорганизмов в биодизельное топливо и в реактивное топливо. Он уже работает. Это так просто для справки, что происходит в мире. Сейчас, может быть, покажу пару кадров, как это выглядит. И преимущество, наверное, вот этого биотоплива в том, что не требуется очень больших территорий, где выращивать какие-то растения или какие-то культуры, которые потом позже будут перерабатываться, поскольку для этого требуются большие территории с плодородными почвами, и это недоступно тем странам, у которых климат не позволяет это делать, то вот эту углену можно выращивать, скажем, иным образом и использовать ее для биотоплива, что важно. И сейчас... Так. Опять же, можно найти это все в YouTube и посмотреть, тратить время не будем, просто пара интересных фактов. И, в общем, эта углена настолько популярна, что существуют даже плюшевые игрушки с ней. Я надеюсь, это не единственный факт, который вы запомните после этой лекции, но, тем не менее, есть плюшевые углены. Так. Хорошо. Двигаемся к следующему проекту. Это проект Ани Киим. Он был представлен в 2019 году на Венецианской биеннале. Вот так это выглядит. Мне очень жаль, что мы сейчас не находимся во время оффлайн-лекции. Я бы не могла сейчас 15 минут с вами рассуждать в этих тонах, переходах, о том, как красиво цвета сочетаются с друг другом, как все бликует. Поэтому придется перейти сразу к тому, как это сделано и что перед нами. Суть проекта в том, что художница взяла Ил из канала Венеции и тоже вырастила эту колонию этих микроорганизмов, которые находились в этом Иле и поместила их в такие вот прозрачные боксы. Также в этих боксах посередине находится микрокомпьютер. И идея ее была в том, чтобы вся жизнедеятельность этой колонии управлялась искусственным интеллектом, неким набором алгоритмов, которые следят за тем, как эти микроорганизмы размножаются, какая у них там температура, влажность и корректировал их условия их существования согласно своему какому-то пониманию. Таким образом создавая им циклы развития и упадка и корректируя ресурсы, которые им доступны. Здесь тоже, если так поразмыслить, это очень красивый символ того, к чему мы стремимся и куда мы двигаемся. С одной стороны, конечно, очень хочется отдать на решение технологий вопрос того, чтобы как-то улучшить ситуацию с экологией или решить какие-либо наши проблемы, чтобы исключить человеческую ошибку. Мы знаем ее цену, мы знаем о техногенных катастрофах, о чернобыльской катастрофе и так далее. И кажется, будто бы если мы создадим некий идеальный алгоритм, некий идеальный искусственный интеллект, который сможет этим всем менеджить, управлять нашей жизнью, то она улучшится. Однако такой момент. В этом проекте, как, кстати, во многих системах с тем, что мы называем искусственным интеллектом, отсутствует один момент. Мы не знаем, на основе чего эта система принимает свои решения. И это важный этический вопрос, который поднимается в очень многих проектах в современном искусстве, поскольку это большой вопрос, а готовы ли мы принять те решения, которые нам предложит эта искусственная система. Захотим ли мы, скажем, пережить этот момент упадка или нехватки этих ресурсов, если этот компьютер решит, что все, этой колонии, в этом боксе пора ее сокращать, ее слишком много, устрою им нехватку ресурсов и гибель этой всей системы. То есть вопрос в том, что это тоже очень иллюзорная тяга к тому, чтобы создать этот некий алгоритм, который решит за нас все вопросы, который будет всем управлять так, что мы не будем знать, на основе чего она эти решения принимает. Вот так выглядела экспозиция. Здесь тоже можно посмотреть. Действительно, работа, она и с визуальной точки зрения очень красивая, вы можете пройти и просто полюбоваться и действительно немного задумываться о том, что происходит. Ну и в конце концов, это тоже очень прикольно, что вам не нужно следить за, я не знаю, вашей колонией, выращенной из Ила, из канала в Венеции, а можно это просто как бы отдать на аутсорс этому компьютеру. И тоже немножечко исторического контекста, вообще эксперименты с микроорганизмами, с этой всей биологией, это тоже не новинка. Например, сейчас на слайде можете увидеть Александра Флеминга. Это человек, который открыл пенициллин и вообще занимался исследованием антибиотиков, и благодаря ему выжили миллионы и миллионы людей. И он также в свободное время занимался какими-то такими экспериментами и из этих микроорганизмов, то есть из, выстраивал такие маленькие картинки и изображения. Надо сказать, что он тоже в свое, он тоже параллельно увлекался и искусством, рисовал акварели, состоял в художественном клубе Челси в Лондоне. И таким образом его, эта небольшая затея оказалась основой для того, что мы сейчас называем биоарты или вот таких смежных вещей. Кстати, сейчас это до сих пор практикуется, можно, я встречала, по крайней мере, тоже работы вот такие на круглых плашках, можно там Мерлин Монру увидеть или еще какие-то изображения. Не удивлюсь, если на Алиэкспрессе можно найти уже готовые наборы для таких картиночек, но тем не менее, это тоже его такое вот изобретение. Так, и от микроорганизмов двигаемся к, больше к теме искусственного интеллекта. Следующий проект уже был представлен на пиенале 2019 года, называется Боб. Вот, это Боб. Если есть желание, можете прямо сейчас зайти на сайт, он указан на слайде, скачать себе приложение и повзаимодействовать с этим Бобом. В чем идея и суть? Боб это некое, как называют его автор, I.E. Creature, некое цифровое такое создание, некий цифровой искусственный интеллект, с которым можно взаимодействовать. Вы можете, он может присылать сообщение, и вы можете зайти в приложение и сделать ему некое подношение. Зачем? Потому что Бобу можно, как бы его обучать. В том смысле, что, как бы говорить ему, например, что определенные виды камней приносят удачу, или определенные виды там еще каких-то вещей, они ядовиты. И таким образом внушать ему некие убеждения. То есть, чем больше одинаковых убеждений или вот этих offerings он получит, тем более устойчивым будет его убеждение. Таким образом, как бы люди по всему миру пытаются ему предложить или навязать какую-то свою идею и создать ему вот это небольшое убеждение или offerings, как это называется. И здесь тоже возникает несколько вопросов. Самые первые, а можно ли считать вообще как бы игру или цифровое какое-то, это цифровое создание произведением искусства. Это, конечно, всегда хорошо для искусства, поскольку оно стремится расширять свои границы и постоянно задавать вопросы, что есть искусство, а что еще можно привнести и как на это посмотреть. Но вторая важная тема, которая здесь задействована, это как раз-таки вот эта работа с убеждениями. Потому как Боб, он не просто, это имя было выбрано не просто потому, что автор так захотел, а это сокращение от «back of beliefs», то есть как бы мешок убеждений. И художник, он также изучал когнитивистику в университете Беркли. Его и волнуют вот как раз эти вопросы, как формируются наши убеждения, наши стереотипы, что на это влияет, что будет, если мы будем прислушиваться к очень многим мнениям, насколько ими можно манипулировать. И, собственно, вот этот Боб, это есть как раз воплощение этого процесса, когда со всех сторон к тебе прилетают какие-то советы или какие-то вот, какие-то знания, и ты их разным образом усваиваешь. Так, еще пару слов об этом проекте Боб, у него тоже есть какие-то жизненные циклы, он то умирает, то возрождается, но, в принципе, можно зайти и посмотреть за ним, тоже ему что-нибудь посоветовать или попытаться его в чем-нибудь убедить. Ну и пока мы переходим от одного проекта к другому, можете воспользоваться моментом, подписаться на наш канал, чтобы не пропускать лекции, которые будут в дальнейшем. Следующий проект будет связан с технологией блокчейн. Хайп вокруг блокчейна, скажем, не прошел мимо искусства. И конкретно это проект украинская художница Шиковалева. Ее перформанс состоялся буквально недавно, пару недель назад в Киевской галерее Щебенко Art Center. И вся идея или суть этого проекта была в том, что художница также использовала в своей работе такой искусственный интеллект под названием Musical Blockchain. А в чем идея? Создатели этого алгоритма, вот один из них, это Глеб Дивов, поставили перед собой задачу создать такой алгоритм, который не просто будет обучаться на основе некой музыки, в нее загруженной, потом генерировать на ее основе некие треки, а они используют такое понятие, как машинное вдохновение. То есть этот алгоритм будет улавливать настроение или эмоции и уже на основе этого, в своей некой интерпретации создавать новые треки. Те треки, которые создает при помощи этого алгоритма, можно найти тоже в интернете, их послушать, или может быть у вас будет идея создать что-то свое. И в общем Саша Ковалева, у нее есть книга ее рассказов, хорошая попытка, которая тоже вышла довольно недавно. И этот текст она как раз таки и отправила на обработку этим алгоритмом и получила назад некий набор треков музыкальных. Она их отслушала и уже на свое усмотрение попыталась подобрать согласно настроению этих музыкальных треков те рассказы, которые для нее ассоциируются с этой музыкой. И в Киеве на ее перформансе она зачитывала эти рассказы в сопровождении этой музыки и также видеоряда. То есть это такой симбиоз. И очень часто в искусстве или же просто у нас сейчас в новостях можно встретить такие вещи, что искусственный интеллект вытеснит художника, что больше не нужна креативность человека, мы можем все генерировать. Однако этот страх и опасение, они отчасти беспочвены, потому что эти все алгоритмы и новые технологии это не более чем, в моем понимании, не более чем инструменты для художника, при помощи которых он может создавать все новые и новые произведения искусства. И следующие проекты будут немного отличаться от тех, о которых мы уже послушали. Их взаимосвязь с технологиями будет не такой прямой, однако тоже очень важной. Один из них это проект о шестом вымирании. Он создавался на протяжении двух лет, с 2013 года. Тему, которую выбрала художница, связана с так называемым галоценовым вымиранием или шестым вымиранием. Речь идет о процессе, который начался с неолитической революции, которую мы можем вспомнить из проекта про Дельмун, когда человек начал очень активно влиять на природу и рассматривать ее как ресурс для себя, что повлекло вымирание очень многих миллионов видов различных животных, растений и повлияло в целом на экосистему. Сейчас слайд, где видно один из вариантов экспозиции ее работ. И здесь слайд скорее как раз об этом шестом вымирании. Здесь можно увидеть с черной стрелочкой это момент появления человека на определенном континенте. И дальше зеленым отмечено количество млекопитающих на этом континенте. И вот кроме Африки везде это очень колоссальное изменение, которое произошло с началом деятельности человека. И вот она в своем проекте решила поразмыслить, что мы можем с этим сделать, как мы можем повлиять на эту ситуацию при помощи тех технологий, которыми мы обладаем или которыми мы потенциально скоро будем обладать. И она решила придумать неких существ. Это живые существа, созданные тоже при помощи редактирования генома или созданные в лабораториях, которые бы помогли нам исправить ситуации с экологией. И ее проект заключался в том, что она создала визуализацию этих существ, как бы их 3D модели, их планы и описание того, чем бы они могли заниматься. Один из них это такая личинка или слизень, который бы следил за качеством почвы, замерял уровень его pH и в случае возникновения каких-то проблем мог воздействовать на эту почву и как бы делать ее пригодной для жизни. Еще одна ее задумка – это такая некая пушистая личинка, которая может распространять семена разных растений. И таким образом бороться с проблемой уменьшения биоразнообразия наших систем. То есть речь идет о том, что все меньше и меньше разновидностей растений, живых существ становится на земле. И таким образом эти семена можно распространять и поддерживать это биоразнообразие на уровне одного леса или на уровне экосистемы в целом. И еще один пример – это такие пузыри надувающиеся. это такое некое существо, которое может находить инфицированные деревья, находить очаг этой инфекции и как бы изолировать это место и эту инфекцию предотвращать ее распространение. И таким образом спасать деревья и не давать им разрушиться или умереть. И говоря об этом проекте, уже сейчас можно, конечно, остановиться и сказать, что да, это проект, который связан с технологиями, она же использует 3D-модели, она же говорит о том, что мы будем эти сущности создавать при помощи тех возможностей, которыми обладает современная наука и так далее. Однако этот проект становится еще более интересным, если узнать о новости, уже довольно старой, это новость 2018 года, в которой говорилось о том, что в Сингапуре создали робо-лебедей. Рубо-лебедь, конечно, не личинка, но суть была в том, что ученые создали некий девайс, который помещался в водоемы. И этот девайс, этот робо-лебедь, был достаточно автономным, он мог ездить на док-станции, подзаряжаться, энергию он получал за счет солнечных батарей. И в процессе своей работы он собирал данные о воде, отправлял их при помощи беспроводного интернета в облако, и из облака эту информацию получали ученые в лабораториях, которые могли эту информацию обрабатывать, анализировать и принимать некие решения о том, что нужно очистить этот водоем, либо что он безопасен для людей, либо, наоборот, предупредить население, что там появилась какая-то проблема, и эта вода, например, опасна, или там нельзя купаться, и так далее. То есть это уже непосредственно реализация проекта, который бы мы сейчас определили как интернет вещей. Но размышляя об этих двух проектах в связи, я, конечно, сомневаюсь, что эти ученые знали про этот проект или ездили на эту выставку, но суть в том, что и ученые, и инженеры, и художники мыслят в одном направлении и примерно задумываются об одних и тех же вопросах. И те проекты, которые еще 5-10 лет назад казались просто визионерскими некой фантазией или некой причудой, очень часто действительно воплощаются в реальность. И мы сейчас говорим не о предвидении или какой-то экстрасенсорике, а просто о тех трендах и о тех вопросах, которые важны для нас сейчас. И еще один проект, он, пожалуй, наиболее образный, и здесь взаимосвязь искусства и технологий уже будет еще менее прямой, однако с моей точки зрения очень важной. Возле названия и даты я поставила знак вопроса, скажу честно, я не очень помню, как он назывался на выставке, фантазии, но он действительно связан с берлинской лазурью или прашенблук, как называется еще этот пигмент. Проект выглядел так, он был представлен на выставке энтропия в Матокалче в Киеве, это было видео, также висели небольшие пакетики с этим синим пигментом, были маленькие такие ампулки, в которых он еще находился. И на этом видео художник находился на территории заброшенных урановых шахт на юге Франции и разбрасывал там некую синюю пыль, некий синий пигмент. Опять же, можно уже здесь остановиться и подумать об этом контексте, что да, художник ходит по этой заброшенной территории, которая так повреждена или так испорчена деятельностью человека, разбрасывает эту синюю краску, то есть это все выглядит довольно тоже красиво на этом сером фоне, он в этом своем синем костюме. Однако, если мы знаем контекст или немного информации, опять же, проект будет получать еще больше глубины и еще больше уровней смысла. Потому как берлинская лазурь, прашенблук, это первый синтезированный человеком пигмент. Синтезировали его абсолютно случайно, в 1704 году два немецких алхимика. Они провели некие свои эксперименты, наверняка искали философский камень или секрет добычи золота, но случайно обнаружили, что получили вот такой очень яркий синий пигмент. И он тоже попал, конечно же, в палитру художников и помог ее обогатить, поскольку ранее синие пигменты были очень дорогие. Их получали из каких-то натуральных камней, либо из растений, которые давали нестойкий и не яркий цвет. А если мы хотели стойкий и яркий цвет, то это уже должна была быть как раз-таки вот та ляпис-лазурь, которую мы еще можем вспомнить из истории про дельмун, который торговал этой самой ляпис-лазурью и достиг такого процветания. И, окей, в 1704 году этот пигмент был обнаружен. И оказалось, уже когда шли исследования радиации, когда случилась катастрофа на Чернобыле, это же вещество, оно ферроцинно содержащее. Это означает, что оно помогает справляться с отравлением тяжелыми металлами. Ну или вот как здесь написано, это выведение цезии из организма. И они действительно были в аптечках у людей, которые боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы и помогали справиться с тем воздействием, которое на них оказывала эта катастрофа. И также уже после этой катастрофы оно применялось, например, в сельском хозяйстве, чтобы обезопасить и животных тоже, и, соответственно, обезопасить человека, который далее будет потреблять уже продукты этого сельского хозяйства. И получается очень такой красивый какой-то такой круг, когда технологии, открытия и искусство находятся в каком-то бесконечном переплетении. И, конечно, зная это свойство, открытое не так давно по сравнению со всей историей искусства берлинской лазури, этот жест художника становится еще более важным. И смысл, который здесь появляется в этом проекте, он действительно воодушевляет и вселяет какую-то надежду. Но здесь связь между искусством и технологией уже не такая прямая и очевидная, как в первых проектах, а скорее мы ее улавливаем на уровне чувств, ощущений и эмоций. Хочу рассказать о более практическом применении технологии в искусстве. Если ранее мы говорили о том, как художники это применяют свои практики, какие проекты можно создавать при помощи технологий, какие темы появляются, то также технологии, конечно же, помогают искусству и в других сферах. К примеру, чаще всего это касается анализа. Один из таких примеров это проект Льва Мановича. Вообще у него очень много проектов, связанных с анализом культуры, произведений, искусства. У него их очень много и один из таких ранних проектов в 2009 году он со своей командой собрал все обложки журнала Time и всячески пытался обработать эти данные как большие данные при помощи разных алгоритмов. Это самое простое, что они сделали, они просто выстроили все эти обложки журнала Time по порядку. Даже глядя на эту картину, можно уже прийти к некоторым довольно простым очевидным, но все же выводам. Мы можем заметить момент, когда изображения обрели цвет или когда это были черно-белые изображения, но у них почему-то появлялись какие-то цветовые вкрапления, ну и отследить какие-то основные тенденции. И эти данные тоже, опять же, можно зайти на его сайт, посмотреть. Они пытались очень по-разному проанализировать и вытащить оттуда какие-то новые смыслы, новые данные, либо подтвердить уже ту информацию, которая есть у нас сейчас. Вот на этом слайде, к примеру, видно такой график. Одна из осей – это время, вторая ось – это яркость. И здесь можно посмотреть, в какой момент обложки становились экстремально яркими. Если сопоставить эти года и вспоминать, что происходило в те годы, то фраза «яркие события» обретает очень прямой смысл, потому что в те годы как раз и обложки журнала Time были максимально яркими. Ну и вот такого рода корреляции можно устанавливать, если анализировать, к примеру, коллекции музеев, галереи, либо какие-то, скажем, произведения одного художника и анализировать эти данные при помощи алгоритмов, которыми мы сейчас располагаем. Еще одно из важных применений технологии в искусстве связано с реставрацией и атрибуцией. Здесь, к примеру, речь идет о генском алтаре, который выполнили Хуберт и Ян Ван Эйк. Здесь тоже сделаю еще небольшую историческую справку. Хуберт и Ян Ван Эйк долгое время считались художниками, которые изобрели масляную живопись. Сейчас мы, поскольку получили больше данных, мы можем говорить о том, что они усовершенствовали масляную живопись до той степени, и что она стала популярной и доступной для художников. Это тоже стало неким поворотом в истории искусства. И одно из их величайших произведений — это генский алтарь. Особенность алтаря в том, что его можно закрывать или открывать, то есть изображение нанесено с двух сторон. И когда алтарь забирают на реставрацию, то возникает проблема с рентгенографическим исследованием. Поскольку рентген просвечивает обе стороны, изображение накладывается друг на друга. И исследователи уже не могут работать с этим изображением в полной мере. Тут стоит сказать, что просто чтобы ощутить глубину проблемы, можно абсолютно точно сравнить реставрацию произведений искусства с лечением человека или с диагностикой заболевания. Конечно, если врач заметит маленькую точечку или какие-то маленькие изменения на рентгеновском снимке, это может говорить ему о том, что у человека есть заболевание или нет заболевания. Точно так же и с произведениями искусства. Если на рентгене будут видны те или иные детали, то цена ошибки будет очень высока. Может нарушиться атрибуция. Могут быть выбраны неправильные методы реставрации или консервации этих произведений. Мы можем неправильно сделать выводы о творчестве художника, о том, как развивалось искусство. В общем, цена ошибки примерно так же высока, как и в ошибке медицинской. И чтобы решить эту задачу, также использовали алгоритмы и искусственный интеллект. Здесь на слайде тоже видно, в принципе, как называлось это исследование. Его можно найти в сети и почитать очень подробно, как происходил процесс. Я добавила пару слайдов, где можно увидеть, как шел этот процесс, основная сложность которого была максимально сократить возможность ошибки или какого-то неправильного расслоения этого рентгенографического снимка. Здесь тоже примерно видно, как они это пытались добиться. То есть в данном случае, конечно, мы могли взять два изображения живописных и сравнить их с тем, что видно на рентгене. И уже дальше при помощи алгоритмов и анализа расслоить эти два снимка. И помимо атрибуции или реставрации, также довольно популярная тема — это некие прогнозы. И либо же виртуальная реконструкция изображений. Как в данном примере. Также искусственный интеллект и алгоритмы применяются для того, чтобы, к примеру, восстановить первоначальный вид произведений. Поскольку со временем пигменты могут терять свой цвет, особенно рисунки на бумаге. Они также легко подвержены деформациям или потере изображения. И обучая модель на всем том массиве произведений художника, который у нас есть, мы как бы можем предсказать, а как оно могло выглядеть в его время. Либо, тоже довольно популярная, но уже более развлекательная штука, подумать, а какой бы могла быть еще одна картина у художника. И хотя это довольно забавный вопрос, и забавное применение этой технологии, оно также порождает очень важный вопрос. Потому как в случае с художниками прошлых эпох, мы можем точно сказать, каким была его следующая картина. И мы можем заметить, что эти предсказания, сделанные алгоритмом, они не совпадают с реальностью. Однако мы полностью полагаемся на эти предсказания, например, в сфере продаж, в сфере маркетинга. Для нас эти данные, prediction, и все, что предлагает и рассчитывает алгоритм, это какие-то очень важные ценные информации, на основе которой мы можем строить стратегии определенных компаний, развивать бизнес и так далее. Но стоит, конечно, стоять под вопрос, насколько хорошо они работают. И может быть, если в случае с какими-то цифрами, данными и поведением, например, пользователей, эти модели будут срабатывать, то искусство, оно все-таки более сложное. И здесь просто действительно его разобрать на какие-то мелкие модули, проанализировать и генерировать картины умерших, грубо говоря, художников, не получится. Мы можем только приблизительно отреконструировать, как бы это могло быть, и всегда помнить о том, что эта модель может содержать некую ошибку. И последний слайд. Это так, уже разрядить обстановку. Конечно, технология применяется и для развлечения, или для привлечения аудитории в музеи, в галереи и популяризации искусства. Один из недавних проектов, к сожалению, он уже закончился, он длился всего пять недель, мы с вами не успели. Это было приложение от Мэтмузея. Суть которого была в том, что вы помимо того, что можете погулять по виртуальному музею, ну не совсем виртуальному, они создали как бы модель Метрополитен-музея, приблизительную, только с главными их шедеврами. Можно было гулять, пройти, смотреть эти кетки, слушать аудиогиды, примерно все то, к чему мы привыкли. Плюс можно было поиграть в игры, связанные с этими картинами. Самое забавное, что они предлагали, можно было арендовать на 15 минут один из шедевров из коллекции Метрополитен и как бы посмотреть, как бы он выглядел в вашей квартире. Поэтому я нашла фото, сделанное Беном Дэвисом, из его статьи, когда один из шедевров Метрополитен он просто разместил на кухне. Поэтому, в принципе, это, я думаю, весь такой краткий обзор того, как технологии искусства взаимодействуют с друг другом, какие сферы применения, какие темы и вообще огромные такие направления в этом всем существуют. И надеюсь, что это все вас заинтересовало, и сможете поискать, по-ресерчить дальше о тех художниках, которые вам понравились. И сейчас у нас остается 10 минут. Как раз можно заняться, я думаю, вопросами. Так, мне оставили вопросы на искусство и технологии, но, да, распечатали несколько вопросов, и еще часть из них сейчас получу из тех, которые вы задавали во время эфира. Так, если на примере вопрос о трендах и примерах, каким образом технологии влияют на охват современного искусства, как меняются концепты под влиянием технологии. Вопрос от Елены. Ну, я надеюсь, это лекция была, в принципе, ответом на ваш вопрос. Но в вопросе аудитории и привлечения, конечно, всегда стоит помнить, что количество привлеченных зрителей, это не всегда качество, это не всегда способствует, ну, или не всегда совпадает с теми целями, которые ставят перед собой институции, но это лирика. Действительно, на примере той пандемии, которая сейчас произошла в мире, технологии очень помогли многим институциям оставаться на связи со своей аудиторией, показывать выставки, рассказывать о работах и хоть как-то взаимодействовать с посетителями и со своей аудиторией, а не оставаться полностью закрытыми и изолированными. Поэтому в этом плане, конечно, технологии очень поручают, и, насколько я помню, где-то очень скоро должна быть даже онлайн-лекция о том, как украинские художественные институции справлялись с пандемией, как они адаптировались к онлайн-цифровым форматам. Поскольку ранее у нас, конечно, не все музеи или не все галереи привыкли настолько активно взаимодействовать с аудиторией онлайн и как бы подстраиваться под этот формат, но сейчас, как бы, да, очень многие трансформировались и довольно активно и успешно работает онлайн. Да, следующий вопрос. Заплановано створить музей ведомой особистости, как поединать фотомистические и живописные картины с современными технологиями. Кто может допомогти в этом? Ну, касательно этого вопроса, я не совсем эксперт, но на вашем месте я бы точно открыла пункт-кол, описала, что за проект планируется, какие цели, и собрать просто какие-то проекты или предложения желающих, чтобы найти кураторов или собрать ту команду, которая поможет вам в решении этого проекта. Тут, конечно, чем больше людей будет задействовано и чем больше предложений вы получите, тем более интересный или нестандартный взгляд вы сможете получить на свой проект. Так, и вопрос от Ивана. Что больше искусства? Яйцо фаберже или пысанка? Я отвечу, что и то, и то искусство. Просто одно ювелирное, другое народное. Так, спасибо большое, что прослушали, что узнали что-то новое об искусстве. И, конечно, я уверена, что публика абсолютно интеллектуальная. Ну, напомню, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, потому как в компании «Фабрикод» еще будет очень много интересных лекций, чтобы вы их не пропустили, лучше подписаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!